Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю освещать тему Woodmart. Это урок 44. Мы с вами продолжаем. В этом видео поговорим о счетчике продаж. Настройки находятся Woodmart, настройки темы. Далее разворачиваем карточку товара. И последняя опция здесь не переведена на русский язык. А также на этой вкладке все опции не переведены на русский язык. Так как я полагаю, что это свежие опции. Не так давно были созданы, выпущены разработчиками темы Woodmart. И кто переводит тему, просто не успели перевести эту страницу. Рано или поздно, конечно, перевод здесь появится. Что это за счетчик? Смотрите, он будет выключен. Если мы его включим, то на странице карточки товара у нас будет появляться некая строчка. Опять же, на английском языке. В принципе, если она очень сильно вам нужна, то можно заморочиться и самому перевести хотя бы фронтальную часть. А надо перевести всего лишь вот эту строчку. Этот момент показывает, сколько клиентов купило товар за последнее какое-то время. В данном случае 4 часа. Вот эти мы как раз можем управлять. Ниже мы можем указать либо реальное количество уже проданных товаров, либо случайное значение, которое будет колебаться, в моем случае, от 10 до 50. То есть рандомное число показывает 18 продаж за последние 4 часа. Какие здесь есть дальше опции? Есть возможность скрыть. Скрывает счетчик товаров, которых нет на складе. Следующая опция – это временной интервал, за какое время было продано столько-то товаров. То есть вы ползунком можете управлять этим временной этой шкалой. В данном случае я поставил 4. А ниже вы можете выбрать 4 чего? Это 4 минуты, 4 часа, 4 дня, месяцев и так далее. То есть смотрите, вот поставлю я 6. И здесь я выбрал часов. Сохраним настройки. Обновим сайт. 18 товаров у меня купили за последние 6 часов. Соответственно, здесь могут быть минут, дней и так далее. И последняя здесь настройка – это срок жизни кэша. Вы тоже можете этим управлять ползунком ниже. Указывается время, по истечении которого кэш-продаж товаров будет очищен. Ну, соответственно, надо полагать, что вот это число будет меняться после указанного времени здесь. А соответственно, рандомное число от 10 до 50 будет здесь показываться. Здесь опции мы с вами прошли. Следующая у нас опция в этом же видео сейчас рассмотрим. Это настройки мой аккаунт. Переходим сюда. У нас сразу, вот у меня в моем случае это включено, вкладка страницы авторизации. Если мы это используем, у нас будет на английском языке, то заголовок вот здесь вот может написать «Зарегистрироваться» или «Регистрация». И здесь тоже текст надо перевести на русский. Нам дают такую возможность. Чтобы увидеть конкретно вот эту страницу, вот я здесь сделал на русском, здесь текст на русском. Эта страница появляется от настройка WooCommerce. Смотря какие вы задали. Вот я в WooCommerce настройки зашел, мой аккаунт. Здесь галки поснимал. Вот создание аккаунта позволяет клиенту вставать учетную запись на странице «Мой аккаунт». Вот как у меня выставлено. И тогда человек не сможет купить. Вот по-русски «Войти» я написал, регистрация по-русски. Вот этот текст «Регистрация на этом сайте» я только что перевел. Он у нас вот здесь. Соответственно, текст «Войти» можете тоже здесь какой-то написать, если вам нужен какой-то дополнительный текст там, где есть вход на сайт. Еще у нас тут есть одна опция «Панель управления». Здесь всего лишь одна вкладка. Давайте мы с вами посмотрим, что это за вкладка такая. То есть если мы с вами авторизуемся и зайдем в панель управления, у нас есть такие симпатичные кнопки здесь. Вот и в принципе дублирующие кнопки. Заказы, заказы, загрузки, загрузки. У нас есть возможность их здесь отключить, если они здесь не нужны. То есть получается ссылки остаются, а эти кнопки, видите, здесь прячутся. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok